Цвистать всех наверх, большие маленькие любители крупных калибров, Александр Петров с вами, у меня в гостях Columbia, американский легкий крейсер восьмого уровня. Ну, конечно, кого мы обманываем, никакая это не Columbia, это самый еще есть обыкновенный Cleveland, только на восьмом. Ну, на самом деле, кораблик немножко отличается, быстренько сейчас пройдемся по различиям и отправимся в бой, потестируем, как он чувствует себя в реальном бою. Живучесть немножко подросла, у Cleveland здесь 35200 против 36900, ну, не особо большая разница, тем не менее, прирост, разумеется, нужен был, потому что корабль все-таки переехал на восьмой уровень. Что касается орудий главного калибра, здесь они стали немножко повеселее, но не слишком, прямо скажем, какая-то уж такая большая разница. Единственная разница, наверное, в том, что здесь чуть быстрее перезарядка стала и дальность стрельбы 15,6 километров против 14 с копеечкой, 14,6 на предыдущем корпусе. Вообще, честно говоря, можно говорить, что, ой, как там, восьмой уровень, такая маленькая дальность стрельбы, но на самом деле, друзья, больше и не нужно. Потому что, во-первых, это увеличивает засвет корабля, а эффективно стрелять даже на 15 километров для Cleveland достаточно сложная задача, друзья. Поэтому не волнуйтесь, все здесь абсолютно нормально, этого абсолютно здесь хватает. Что касается ПВО, здесь оно стало еще немножко сильнее, даже визуально поменялись вот эти бофорсы, здесь, видите, они сдвоенные. А здесь они вот такие вот одиночные. Ну, прикольно. Когда я смотрел Cleveland еще в предыдущем состоянии, сравнивало с восьмерками, уже тогда ПВО у него было самое, наверное, мощное на уровне. И то, что его еще немножко поапали, это, конечно, для него дополнительный плюс. Что касается маневренности, все неплохо. 660-теркуляция, 5.8 перекладка с одним модулем. Возможно, здесь стоит поставить чит-рули вместо инвиза. Нужно пробовать, естественно, как бы, пока что вариантов миллион. Максимальные маскировки 9.1 километр за свет. Командир у меня здесь 14 перка. Я подумываю о том, чтобы поменять маскировку на усиленную огневую, для того, чтобы сажать КЭПа от Атланты. Здесь есть задельчик на суперинтенданта на более высокие уровни. Ну и, конечно, нужно взорвать техник. То есть нам еще здесь нужно как-то взять откуда-то 7 перков. Хотя взять, в общем-то, неоткуда. Но, думаю, варианты, опять же, возможны. Что касается модулей, здесь у нас все на ПВО. А здесь брать особо другого нечего. Но нет ни одного ПВОшного перка. И будем надеяться, что вот этой вот волшебной заградки, если вдруг авик попадется, будет достаточно для того, чтобы с ним разобраться. Как видите, что полезно добавилось у Кливленда, это, во-первых, РЛСК, во-вторых, гидроакустика. И свою противоэсминцевую составляющую Кливленд получил еще больший баф именно к этому. Потому что теперь есть гидроакустика, можно врываться в дымы. Теперь есть РЛСК, можно вычеплять эсминцев. И за счет того, что дальность не очень большая у него стрельбы, вот отлично, у нас есть авианосец. Попробуем сейчас не слиться и побороться с авиком при помощи нашего такого не очень мощного ПВО. В плане того, что оно на перке не разогнано. В общем, корабль смотрится достаточно любопытно и интересно. И мне он понравился на восьмых уровнях. Да, безусловно, нужно играть еще более аккуратно, чем на предыдущих версиях на шестом уровне. Потому что на шестом там и народ чуть менее скилловый. На восьмерках все-таки ты уже попадаешь иногда против десяток. Это будет достаточно болезненно. Ну, а там тебе позволено немножко развлечься на шестых. Здесь, конечно, такого не будет. Но и с другой стороны, это некий такой челлендж для тебя. Ты начинаешь воевать против более серьезных противников. И это, друзья, хорошо. Корабль вообще сам по себе красивый. Вот я, самое интересное, что записал видосы по всем остальным кораблям там шестого, седьмого и девятого уровня в один день. Сразу же после получения их к себе на аккаунт. Даже ни разу не катался. Прямо в прямом эфире первое впечатление записал. Здесь Кливунт уже достаточно давно находится на тестировании. И поэтому это будет не первое впечатление. Тем не менее, по-прежнему это живой бой. Поэтому, друзья, пожалуйста, поддержите меня лайком. И пожелайте мне удачи в этом бою. Напишите, кстати, в комментариях, как вы вообще относитесь к Кливунду. Я знаю, что у этого корабля есть и как ярые поклонники и защитники, так и хейтеры, которые говорят, что корабль вообще никуда не годится. А вы еще его в таком виде собираетесь забрасывать на восьмой. О, ло, ло, кошмар и ужас. Ой, блин, у меня здесь, кстати, ремка. Ну, ладно, что делать. Я думаю, что ремка это, хоть и важно, но не особенно критично для крейсера. Здесь карта у нас Огненная земля. Конечно, с одной стороны, я думаю, стоит ли пойти поддержать Асашио, но никого рядом нету. Я, пожалуй, делать этого не буду. Пожалуй, пойду в общую кучу, друзья. Это достаточно правильно будет в данной ситуации, потому что иначе можно просто рискнуть отправиться туда и помереть. Здесь нет никакой возможности для потанковать, подлечиться, и поэтому и хп-шку свою стоит экономить. Бенсон, кстати, по-моему, ФК. И, естественно, как-то часто бывает. Ну, и вот этот вот одинокий Асашио рискует там закончиться, да, если его найдет авианосец. Та-да-да-дам. Я думаю, сейчас у Асашио будут небольшие проблемы. Спасибо за подписочку. Спасибо за подписку, Павел Гущин. Друзья, не забывайте, что вы тоже можете подписаться на канал. Для этого достаточно нажать одну небольшую кнопочку, и я буду вам безмерно благодарен за подписку. Давайте попробуем сейчас поймать самолет Интерпрайса. Полетит ли он в нашу сторону? Возможно, что и не полетит. Ну, нет, вроде летит. Это хорошо. Прожимаем заградку. И посмотрим, как работают наши ПВО. Ну, честно говоря, достаточно вяло. Ну, против восьмого уровня более-менее неплохо работает наша с вами ПВО-шная бригада. Сейчас есть вариант у Тури хапануть торпеду в город. Ну, кстати, может быть и нет. Сейчас посмотрим, хватит нам маневренности или нет. Да, маневренности хватает. И совершенно спокойно пасаем мимо торпеды. Девять самолетов противника уничтожены. И, в общем, достаточно неплохо показывает себя ПВО нашего обновленного Кривунда в этом вот составе. Я здесь вижу вражеские бомбардировщики и вражеского Акацки, который тоже там где-то тусуется. Так, ну что ж, я думаю, что у Асашио есть проблема. А я, в общем, сразу говорил, что идти одному туда определенно не стоит. Здесь у нас есть большое количество наших линкоров. Я смотрю, что противник в основном тоже отправился на правую часть карты. Ну, в принципе, есть у нас вариант, наверное, немножко подкрасться и попробовать прикрыть нашего Асашио нашим главным калибром. По дальности вроде как бы все у нас более-менее проходит. Здесь, к тому же, есть наши линкоры, которые уже могут меня немножко прикрыть. И я вот исполнил свою роль прикрытия, сбил девять самолетов. Вероятно, кто-то еще там мне один самолет подсосал. Но, в любом случае, это хорошо. Мы немножко избавили от лишних торпедоносцев вражеский Айрик. Идет еще один залет. Да-да, ну, здесь у нас, мне кажется, находится истребитель союзный. Поэтому особо не врывается авианосец. Вот, да. У нас, кстати, Лексингтон, поэтому... Поэтому... Нет, нормально все. Только не что, это Нюрнберг. Поэтому нам надо стрелять по-акадски. Ну, вот я вам сейчас покажу, что, в принципе, на таком расстоянии все вот это вот... Спасибо за подписку. Стрельба, друзья, она, конечно... То есть, мы потратим там некоторое время для того, чтобы пристреляться. И... Блин, черт возьми, это достаточно сложная история. О! Вот кого я здесь вижу, так это вот этого товарища. Вот по этому товарищу можно стрелять с большим удовольствием. Еще немножко больше надо взять. И перезаряжаем мы бронебойные снаряды, потому что ББшки здесь очень хорошо заходят. Сглазил. В борт. Так. Слетят самолеты противника. Нам надо сейчас... Венсон забирает Нюрнберг торпедами. Нам надо сейчас прикрывать нашего бисмарка, друзья. Ну, как прикрыли, как могли. Одну торпеду всего он поймал. Ай-яй-яй-яй-яй. Может быть, достаточно, кстати, неприятно. Давайте попробуем пройти здесь. Ох. Где-то там была прямо... А вот, Северная Каролина. Я ее видел. Ну что ж, мы неплохо справляемся с своей задачей крейсера именно поддержки. По-моему, здесь все отлично у нас прекрасно идет. Мы прикрываем союзников. Мы немножко стреляем по противнику. И у нас здесь есть проблема. На противоположном фланге все слились. Хо-хо-хо. Как это часто бывает. Вот теперь вопрос, что мне с этим делать. Очевидно, что сейчас ребята могут прорваться на фланг и попытаться сделать нам неприятности. Честно говоря, не знаю, как лучше поступить здесь. Либо пойти помочь на том фланге, потому что там осталось два крейсера и все, считай, база открыта. Либо же все-таки немножко поддавить вперед, попробовать найти Акацкий, который где-то здесь находится. Это, мне кажется, тоже будет неплохой вариант. А что я не стреляю? Я же могу стрелять. Вот как видите, за счет того, что у меня дальность стрельбы не очень большая, лишнюю засвета у меня не происходит. Акацкий, Топит Бенсон. А-ха. То есть я могу достаточно безнаказанно стрелять через остров и получать удовольствие от этого. Вот он меня сейчас видел и перестал видеть. А кто это? Ибо это... Ой-ой. Так. Куда? В Нюрнберге целиться. Хорошо. Давайте сейчас попробуем выяснить, есть ли у нас здесь Акацки. Нет, Акацки у нас здесь нету. Но это неплохо. Так, на той стороне все. Заканчиваются наши союзники. Это означает, что, в принципе, нам бы, наверное, неплохо было уже развернуться и попытаться как-то спасти ситуацию. Если, конечно, у нас это получится. Не могу пока попасть, к сожалению, в Каролину. Вот. То есть, ну, здесь вам необходимо, конечно, какое-то количество времени для того, чтобы просто пристреляться. Потому что, понятное дело, что это сложный процесс. Ай. Больно, но не смертельно. Сложный процесс попасть на таком дальнем расстоянии. Ну, и что у нас делать? База, я думаю, сейчас будет захвачена. И все. Давайте напишем. Вернитесь на базу! Алло! Вернитесь на базу, друзья. Асашиев, кстати, до сих пор еще жив. Это неплохо. Ну, и первый засвет Алжири. Неизвестно в каком он состоянии. Ду-ка, Деоста сюда идет. И Гнезинау. Так. Конечно, не очень хорошо. Давайте попробуем... Что сделать? Давайте попробуем найти правильный... Правильный куст, я хочу сказать. Правильный остров для того, чтобы встать и... Хотя бы попытаться немножко сбить базу. Иначе, ну, как нам воевать там? Четыре корабля против одного. Ой, Хусиянка против Асашиев. Встретились два одиночества. Хусиянка и Асашиев. Корабли, которые не могут друг другу ничего сделать торпедами. Алжири, кстати, не такой уж и целый. А Ду-ка до Оста сейчас ее будет немножко бомбить. Ну, что? Третьим в открытом бою погибнем в расцвете сил. Пока что поставлю фугасы. Да, безусловно, у нас... Ой, он отбросил Бисмарк, а он сейчас будет страдать. Ну, в любом случае, базу надо спасать. Иначе как? Иначе никак. Другому не получится. Конечно, здесь у нас есть вполне себе замечательные ПБшки. Но, наверное, с фугасов будет немножко интереснее здесь стрелять. Потому что они пробивают в любую сторону. О, а вот смотрите, кого мы нашли. Любопытно. Так-так-так-так-так-так. Подождите. А, он идет, походу, на ту сторону. Или на эту. Ну, нам, безусловно, надо сначала разобраться с Акадским. Значит, это просто будет откровеннейший вайп. Этот еще жив, поэтому нормально все. Давайте сейчас подождем Акадский. Он сейчас здесь должен выйти у нас. И? И при этом не сдохли. Ну, выходи. Где ты здесь? Не хочется сдавать никаких РЛС, чтобы его не спугнуть. Там, черт, давайте сдадим РЛС. А, он пошел в другую сторону. Окей. Ох ты, там еще и Киев. Ничего себе. Да, тут надо сдавать, конечно. Надо сдавать гидрач. Надо сдавать гидрач и пытаться сейчас уничтожить, во-первых, Кливленд. Ой, Кливленд. Киев, извините. Это корабль, с которым нам надо будет разобраться в первую очередь. Немножко пострелять сейчас и по вот этому гражданину, чтобы сбить захватик. Ну, к сожалению, у нас тут, да, достаточно неприятная ситуация, чего уж сказать. Спасибо за подписочку. Пройдется нам тут как-то выживать. Надо сбивать со всех захват, продолжать, иначе... Иначе это будет проблемой. Так, этот есть. Красавчик. Кто дальше? Кто дальше? Дальше у нас Кливленд. Спасибо за подписку. Это, конечно, не очень приятно. Еще гнезина уйдет там. Вдалеке. А вот выходит Акадский. Давайте, друзья. Сдержаем бронебойки. И готовимся сейчас сбивать салжира. Нет, надо опять фугасы держать. Ну, никуда не едется. В том плане, что... Нюрнберг, давай, пожалуйста, я в тебя верю. Ой, там еще Дука Деоста, мама дорогая. У меня сейчас закончится РЛС и, соответственно, как бы со всеми вытекающими. Ай. Ну, вот Кливленд, да, Кливленд вспомнил, что есть ББшки. Поэтому надо разворачиваться на нос. Все, Нюрнберг уничтожен. И мы здесь остаемся совсем одни. Вместе с эсминцем, который где-то здесь, кстати, в кустах находится. Давайте разберем эсминец. Эсминец... А, вот он эсминец, я думаю, сдох. Нормально. Эсминец на месте. Эсминец на месте. Этот гражданин. Тоже должен закончиться. Есть контакт. Ну, как бы... А дальше, друзья, все. Дальше у нас вариантов уже особо нет. Ну, ладно, было достаточно красиво. По-моему, очень весело мы повоевали здесь. Как видите, Кливленд во всем интересен, во всем комфортен. Стрельба на дальние расстояния, конечно, это не для него. Но, тем не менее, по-моему, достаточно весело корабль играется. И получился достаточно динамичный бой. Сейчас мы посмотрим, как у нас тут закончится наш Кинджордж. Линкоры, к сожалению, отдались на базе абсолютно в ноль. Там у нас был и Бисмарк, и вот Кинджордж. Не знаю... А, вот торпеды пошли. Он как-то кривовато сбросил на мой вкус. Я думаю, что должен разобрать, не знаю, у Кинджорджа. Смотрим. Последние миллиметры Кинджорджа отправляются на дно. И все. Да. Но очень-очень красивый бой. Очень интересный, динамичный получился. К сожалению, если бы наши ребята там что-то хотя бы пытались сделать, на базе было бы достаточно интересно. Но, увы, ях. Конечно, никто ничего не сделал. И так далее, и тому подобное. Посмотрите, вот здесь мы особо не стреляли никакими пожарами. Ничего там не поджигали никого. Чисто прямой урон здесь фугасный. Фугасный был бы и ББшный, если бы было по кому пострелять. Вообще, не знаю, мне понравился. Корабль достаточно комфортный, интересный. И я с нетерпением жду его у себя в порту, когда, наконец-то, произойдет замена кораблей. Подпишитесь на канал, друзья. Поставьте лайк. Тури с вами. И до новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok